Ваш руководитель с сегодняшнего дня, он полноправный директор. Никаких банкротов, никаких производств там, чёрт знает, чё понавдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят у них. Все долги ваши я забрал на государство, и вы сегодня функционируете как белорусский завод в Миорах. У вас с сегодняшнего момента генеральный директор, юридически это будет оформлено в течение двух дней. Никакого банкротства, никакой волокиты и никакие вы не банкроты. Прекрасное производство, надо работать. Мы вложили у вас немало денег. Мы вынуждены были выкупать ваши долги. Но главная проблема, которая меня сегодня волнует, почему там эти сидельцы находятся, сколько здесь при строительстве украдено денег. При первом приближении все специалисты говорят, что здесь полмиллиарда стоил завод. Завод столько стоить этот не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещали построить этот завод, взяли кредиты в банках в России, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе. И пока они мне не скажут, откуда они возьмут деньги, чтобы компенсировать государству эти затраты, вам. Они будут до скончания света там сидеть, если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно тебя спросят, где украл и сколько украл. Вот главная моя претензия. И второе, чтобы этот завод работал, как было обещано, и чтобы вы могли здесь работать, и потом ваши дети могли работать. В обиду мы никого из вас не дадим. Поэтому вы можете спокойно работать. Будут вопросы, задайте губернатору помощнику или своему руководителю. Он мне доложит о ваших проблемах. Но завод будет работать именно так, как мы когда-то мыслили. Вот цель моего приезда.